Друзья, привет! С вами компания Руфер. И снова зима, и снова идет снег, и снова Алексей Исаев с нами в кадре. Приветствую, коллега! Друзья, в данном видео хотим вам показать детали монтажа, естественно, вы уже поняли, модульной металлочерепицы. Покажем детали, которые ранее не показывали, не демонстрировали широкой аудитории. Ну, собственно, с нами Алексей Исаев, который также расскажет про нюансы и про монтаж непосредственно модульной черепицы. Ну что, поехали! Сейчас вам покажу определенные детали. Друзья, сегодня мы поговорим о фронтоне. И как раз-то это тот случай, когда происходит монтаж нижней торцевой планки. Здесь, на данной кровле, мы приходим сюда низом волны. Соответственно, здесь нам нужно собрать воду, так как у нас приходит сюда модульная металлочерепица низом. Для этого используется специальная вот такая вот нижняя торцевая планка, которая нам будет эту воду собирать. И дальше это закроется уже стандартной торцевой. Прошу обратить внимание, и на очень важный момент, опять так же здесь установлена увеличенная карнизная планка. И компания Аквасистем переходит с 2024 года на производство именно вот такой вот карнизной планки. Она будет называться у нас увеличенная. Здесь вот будет изменен угол, и так же будет вот такая отбортовочка. Как раз планка будет идеально подходить для монтажа модульной металлочерепицы Аквасистем. Ну, на самом деле, готовое решение будет удобно, потому что вот эту планку мы изготавливаем с помощью листогиба, да, из листового металла. Но все равно, что хочу сказать, при реконструкции кровли мы сейчас покажем вот такие вот детали, именно оформление фронтонного свеса, конечно, без полностью, с одними готовыми деталями не всегда выкрутишься. При реконструкции иногда есть необходимость что-то по месту делать. Это понятно, но я считаю, что это такой хороший очень шаг, позитивный, то, что мы переходим на производство. Да, да, конечно, это упростит просто работы монтажа и меньше тратить на работу на листогибе. Конечно, безусловно. Вот, ну, закладная вот эта деталь, конечно, здесь она обусловлена, потому что приняли здесь решение именно установить брусок. Брусок здесь установлен 50 на 50, соответственно, выполнили вот эту закладную планку. Открытых здесь креплений, друзья, нигде абсолютно нету. Все только на калинингера. То же самое касается и ендовы. Ниндов выполнено тоже полностью на калинингера. Ну, что касается ниндовы, сейчас вам покажем тоже одну интересную деталь. Здесь пока узел недоделан. Здесь пока узел у нас до конца полностью недоделан. Обратите внимание, здесь скаты сходятся на разной, соответственно, высоте. Такая вот особенность. С ней можно столкнуться, когда вы делаете не новую крышу, а когда непосредственно реконструкцию. Вы привязаны уже к существующим размерам, да, и к заданной форме крыши. Но вот эту вот ситуацию мы тоже здесь вот исправим. То есть выход ендовы у нас получился здесь, да, по сути, вот здесь уровень ската, он примыкает выше. Но вот эта вещь, она исправима. Мы здесь изготовим закладную и дополнительно вот этот узел уже обязательно покажем. Да, я то хотел сказать, что надо будет показать, как это будет выполнено в итоге на калининге. Ну, да, да, это отдельная как бы тема, покажем. Здесь будет интересное решение. Вот здесь вот мы обязательно на край ендовы уставляем вот такой вот поролоновый клин, который у нас предохраняет от попадания какого-либо мусора и зимой того же самого снега в подкроенное пространство. Да. Вот. Здесь будет у нас открытый способ. Алексей, вот это лучше вам рассказать, какие существуют способы. Ты про ендовы? Конечно. Ну, вот это уже вторая наша замечательная кровля. Здесь тоже открытый способ. Но если обратить внимание, вот Дим можно будет показать. Ребята-кровильщики молодцы. Очень четкий, идеальный, грамотный, качественный рез. Без всякого волнения и так далее. Здесь останется открытой вот эта вот внутренняя ендова. То есть внешняя ендова устанавливаться не будет. И, как мы уже обещали, наверное, на следующем объекте, Дим, да, мы покажем уже специальную ендову с хребтом. С хребтом, да. Ну, вот здесь уклон не такой, он прям крутой, он небольшой. Здесь перелив откровенно малый. Ну, здесь перелива не будет, да. Да, но все-таки вот эта вот ендова... Решение с переливом, да, оно действительно хорошее. С точки зрения эстетики, с точки зрения эстетики будет смотреться намного интереснее. Понятно, что здесь не будет перелива, здесь, в принципе, угол наклона скатов, он одинаковый. Ну, мы разберем эту ендову отдельно. Отдельно покажем, обязательно. Друзья, специально переместились на карнизный свес. Но к ендову мы сейчас еще с Алексеем отдельно вернемся. Есть, как говорится, детали. Обратите внимание, как закреплен модуль непосредственно на карнизе. Как мы его реализовали. Использовали вот такой вот самодельный крюк. Просверлили здесь два отверстия, закрепили к доске. И, соответственно, вот здесь вот уже мы обеспечили крепление непосредственно крояльным саморезом. Вот видно, как работы вот эти мы выполнили. Вот такой вот способ здесь отработали. Ну, почему, собственно, здесь решили монтаж. Сэкономили, Дим? Нет, нет. Честно скажу, не сэкономили. Потому что время потратить самому, согнуть. Время, это ведь деньги, как говорится, и наших заказчиков. Почему все-таки такой способ мы здесь реализовали? Мы думали изначально здесь доску поставить. Но поскольку реконструкции, много вот этих всяких сложных мест у нас получилось, ендов. Потом, соответственно, мы выполнили на фронтоне вот такой вот узел с закладной планкой. Решение с доской здесь работать оно не будет. Потому что доска будет приподнимать все вот эти элементы, усложнять их опять же. Поэтому мы приняли решение именно здесь сработать с крюком. Конечно, можно было воспользоваться заводским, да. Но здесь вот мы выкрутились таким вот способом. Такой крюк сделали. Хочу пару слов еще добавить к комментариям Дмитрия. Можно делать и самопальный, но нужно обязательно выдерживать вот это расстояние. Вот эту вот высоту. Потому что эта высота должна быть не больше высоты волны на модуле. Она должна быть в стандартном крюке заводском. Она меньше на 2 мм. Важный момент. И так как у нас вот этот вот кронштейн самодельный, крепление первого ряда, соответственно, при монтаже металлочерепицы мы можем его погнуть. Чтобы этого не происходило, как ребята-кролички, которые работают на этом объекте, они перед тем, как закручивать саморез, здесь засверлили. Чтобы можно было спокойно сюда закрепить первый ряд модулей. И чтобы не погнуть... Ну, не погнуть лишним усилием, когда давишь на шуруповерт. При закручивании. Ну, ребята, кто работает непосредственно руками, поняли, о чем мы говорим. А так вполне реализуемо. Рабочая схема. Алексей, вот здесь, смотрите, водосток сразу напрашивается к вам вопрос. А сейчас полезем. Идет у нас раз. Вот здесь вот, ну, поскольку скат выше, да, они у нас в одну точку юндовы не сошлись. Ну, так вот собрали дом. Дом у нас деревянный, хороший, красивый. Но есть вот такие вот моменты на крыше. У нас раз уровень, да, карниза. Вот пошел уровень карниза другой. А юндовы у нас общие. Как вот в таком непростом месте быть и предохраниться от перелива. Касаемо юндовы, друзья, коллеги, смотрите. У нас, как Дмитрий сказал, произошло смещение. Но это в силу уже конструктива, который был. Это же не новое строительство, а реконструкция. И посмотрите, у нас, получается, яндова ушла на вот этот вот скат прилегающий. Соответственно, яндова у нас здесь, ну, метров семь, наверное, точно. Все уже поняли, что здесь будет происходить у нас вот в этом месте при таком случае, при такой длинной яндове. С вероятностью процентов на 90 у нас здесь будет перелив. У нас здесь будет перелив во время сильного дождя. Да, я думаю, даже и не очень сильного. То есть будет переливать. Чтобы предотвратить этот перелив, здесь мы будем устанавливать ограничитель перелива, который мы выпускаем. У нас есть два варианта ограничителя. Это угловой и линейный. Вот сюда мы будем устанавливать линейный ограничитель перелива. Ну, собственно, он и будет у нас страховать от перелива. Да, то есть будет ловить воду, и у нас тогда уже вот этой проблемы здесь не будет. Ну, эту деталь мы тоже обязательно покажем. Покажем, когда будем устанавливать. Уже при окончательном монтаже. Да. Так, ну что, друзья, теперь перейдем еще раз ко фронтонной планке и покажем. Мы показали закладную и покажем, как выглядит на финише. Уже непосредственно сама ветровая. Теперь, друзья, продолжаем. Мы посмотрели на предыдущем видео устройство нижней торцевой планки. И вот это вот у нас верхняя торцевая планка, установка верхней торцевой планки. И как один из вариантов оформления этой верхней торцевой планки. Здесь ребята молодцы. Очень хорошо все аккуратно сделали. Вот здесь вот, Дим, покажи, насколько аккуратненько... Ну, здесь вот хлястик сделали. Здесь хлястик. Единственное, когда с металлом работаешь, конечно, от хапа вслед. Но это мы обязательно подкрасим. Это нужно понимать. Это неизбежно. Когда ты выполняешь какой-то гипс металлом, особенно с ручным материалом, могут быть небольшие такие вот изъяны. Поэтому продаются корректоры специальные, которыми просто это подкрашивается. Да, цвет металла. И здесь вот, ребята, аккуратненько. То есть можно было бросить, конечно, торцевую не подгибая или как-то по-другому подогнуть. Ну, у нас вот так же в учебном центре выполнена верхняя торцевая планка ветровая. Аккуратненько подогнули. Здесь вот тоже подогнули, подрезали. И смотрите, как узел смотрится у нас очень аккуратно. И самое главное, то, что здесь узел у нас закрыт абсолютно наш брусок полностью, торец. Полностью, да. Да, это и эстетично, и функционально. И под дуба снега в это место тоже не будет. Отличное исполнение. Открытый рез, ну, он смотрится нефункционально и неэстетично. Здесь эстетика и функционал в одном флаконе, скажем так. Ну, все-таки это модульная черепица, поэтому есть детали, которые можно приукрасить на самом деле. Конечно, безусловно. Друзья, ну что ж, основные элементы мы вам постарались показать. Крыша у нас, конечно, в снегу. Друзья, ну что ж, наше видео подошло к концу. Мы постарались показать вам основные детали наших работ, которые мы выполнили. Спасибо большое за то, что уделил нам очередную... Всегда рад. ...своё время драгоценное Алексей Исаев. Друзья, всем пока, до скорых встреч. Обязательно снимем более подробное видео, где покажем доделанную яндову. Да, и покажем вам вместе с Алексеем другие узлы. Всем пока.